Неделя в цифрах. Сергей Криньевский и Никита Кричевский. Народный экономист России у нас. А также гость нашей сегодняшней программы, историк, непререкаемый авторитет для нас, Сергей Андреевич, он в науке и истории, Евгений Спицын. Прошу любить и жаловать. Евгений Юрьевич, добрый вам вечер. Да, и, наверное, вы, Евгений Юрьевич, скажите, какая у вас ещё должность, чтобы мы уже как следует... Ну, как такая-то, господи, должность советника, ректора Московского педагогического государственного университета. Ну вот, теперь уже полностью. Это мы специально, Евгений Юрьевич, чтобы вы подсветили своё место работы. Евгений Юрьевич, разговор у нас серьёзный. Я считаю, Евгений Юрьевич, что у многих наших слушателей за последнее время сложилось весьма-весьма превратное отношение и впечатление о военном коммунизме, который был после революции. А также, что ещё более меня сильно напрягает, о временах НЭПа. Больше того, появляются даже остряки, я их по-другому назвать не могу, которые говорят, нам нужен НЭП 2.0. Так вот, Евгений Юрьевич, вы, как повторюсь, непререкаемый авторитет в исторической сфере сегодня должны, должны пролить свет на эти два очень интересных русских исторических феномена. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, все мои познания, они базируются на трудах моих коллег-историков, которые куда более авторитетнее и значимее, чем я, естественно, потому что я только интерпретатор. Не надо себя приезжать. А всё-таки исследования многих историков, и не только историков, экономистов, того же Сергея Георгиевича Карамурзы, того же, например, Гимпельсона, ну и многих других. Значит, в чём феномен военного коммунизма, и в чём его кардинальное отличие от НЭПа, и в чём феномен НЭПа, да? Ну, вот существует такое представление, что военный коммунизм, представление тогдашних теоретиков и лидеров партии, это была некая доктринальная установка, которая позволила бы им в кратчайшие сроки решить вот ту самую главную историческую задачу, значит, перейти от капитализма к коммунизму через вот эту политику или даже систему военного коммунизма. Что есть военный коммунизм? Ну, военный коммунизм – это целостная вообще, так была как бы теоретическая программа, она в наиболее концентрированном виде была сформулирована Николаем Ивановичем Бухарином и Евгением Александровичем Преображенским. Они в 1920 году выпустили свою знаменитую брошюру «Азбука коммунизма», а до этого ещё Бухарин в 1918 году выпускал отдельную книгу «Экономика переходного периода». И суть военного коммунизма. Да, и Ленин довольно высоко оценил, кстати, эти работы, особенно седьмую главу Бухаринской брошюры. Суть военного коммунизма состояла в следующем, что вот существует неизбежный переходный этап от капитализма к коммунизму, то, что Маркс называл социализмом. И вот в рамках этого короткого, как тогда представлялась этапа, необходимо быстрыми революционными мерами сломить хребет буржуазной экономики. А посредством чего? Тотальной национализации крупной, мелкой и средней промышленности, тотальной национализации сферы товарооборота или вообще даже ликвидации свободы товарооборота, полной монополии внешнеэкономической деятельности, полной монополии сначала в банковской сфере, а потом и ликвидации банков и денежного обращения. В принципе, переход на натуральную оплату и натуральную, не только оплату, например, каких-то коммунальных услуг или товаров и продуктов питания, но даже на натуральную заработную плату. То есть вот была целая такая система мер, которые в представлении и Ленина, и Троцкого, и Бухарина, и Каменева, и Зиновьева напрямую ввели в светлое будущее. Хотя уже тогда, в том же 1918 году, например, тот же Александр Александрович Богданов, Малиновский, а потом и Юрий Залманович Ларин, Лурье, они говорили о том, что военный коммунизм к марксистской доктрине построения коммунистического общества, ну и к ленинизму как таковому, вообще никакого отношения не имел. Почему? Потому что гносиологический военный коммунизм – это была полнейшая копия германского госкапитализма военного образца периода Первой мировой войны. То есть вот все основные элементы военного коммунизма, которые были реализованы в 1918-1920 годах, то есть период гражданской войны, широкомасштабной гражданской войны, иностранной интервенции, это и есть точная копия вот с германской экономики, ну с германского госкапитализма военного образца, это подчеркиваю. Кстати, Ленин уже потом, постфактум, когда он анализировал политику военного коммунизма, он признавал то же самое, что мы действительно взяли основные элементы германского госкапитализма военного образца за образец политики военного коммунизма. Почему? А потому что в представлении Ленина госкапитализм был вот тем неизбежным переходным этапом от капитализма классического, то есть свободной конкуренции, к бестоварному и безденежному хозяйству. Подождите, подождите, то есть получается, что военный коммунизм, учитывая то обстоятельство, что истории с национализацией промышленности, банковской сферы и прочее, это истории, свойственные многим странам, а вот от этих стран и от уклада этих стран военный коммунизм отличался в первую очередь и во многом безденежным товарным перераспределением. Но это на заключительном этапе, в 20-м году уже. Да, потому что сначала мы национализировали всё, что можно было национализировать. Ну да, красногвардейская атака на капитал. Да, ликвидировали акционерное общество, железные дороги и прочие лакомые кусочки. Всё это мы, как говорится, отжимали. А вот потом мы отказались от денег, поскольку, возможно, даже печатные станки не успевали печатать деньги. Нет, гиперинфляция была жуткая. Но гиперинфляция, да. И проезд на трамвае дрожал, скажем, следующей остановкой. Кстати, Ленин был последним, кто из руководителей партии выступал за абсолютное безденежное хозяйство. То есть он держался до последнего. На него оказывали давление прежде всего левые коммунисты, то есть Бухарин. А Бухарин считался, как говорил сам Ленин, крупнейшим и ценнейшим теоретиком партии и любимцем всей партии. Между прочим, помимо Бухарина, фанатом буквально военного коммунизма был Александр Чаянов. Чаянов, да. Да, несмотря на то, что по другим его воззрениям мы ему отдаём должное и считаем книгу Организации крестьянского хозяйства, которую, кстати говоря, можно легко найти, очень интересным документом, отражающим мою любимую тему русского менталитета. Когда русский человек начинает работать интенсивнее, только в том случае, если... И, кстати, главное, что общество относится к этому благосклонно. Только тогда, когда у него прибавляется число едоков. Кстати, тогда вот я немножко отступлю. Когда вот стала проблема, например, перехода от политики военного коммунизма к НЭПу, то тогда было создано две рабочие группы. Одну из этих рабочих групп возглавил Литошенко, тоже известный довольно экономист, а вторую группу как раз возглавил Чаянов. И что интересно, Литошенко ведь предложил что? Он предложил, по сути дела, реанимировать Столыпинскую аграрную реформу. А Чаянов выступил с идеей вот этого кооперативного социализма, который раньше, кстати, вот так называемый прудонизм, да, то есть идея, ну, условно говоря, неонародничества. Ленин всегда критиковал, как антинаучные, то есть противоречащие марксистской доктрине базисные такие установки строительства социализма. Это потом он уже придет, уже, так сказать, незадолго до смерти, к идее того, что для нас простой рост кооперации тождественен росту социализма. То есть в крестьянской стране, в такой стране, как Россия, развитие кооперации, и вот обратите внимание, он не пишет слово равен или подобен, а он пишет такое ключевое слово «тождественен росту социализма». И он недалек от истин. Недалек, да. Потому что то самое гнездование Сергея Андреевича, о котором мы говорили в первой части, это предложение предпринимателю-общественному деятелю Столыпинского периода Сергея Четверякова, связанное с изменением характера проведения Столыпинской реформы, то есть укреплять не по-одиночке, а гнездами, по 5-10 хозяйств, для того, чтобы они в том числе могли получать кредиты на трактора и на... Ну да, вести коллективные формы хозяйства, которые были, кстати, испокон беков, присучи вообще русскому менталитету рас и вообще характеру общественных отношений и производственных отношений внутри русского общества в принципе. Вот почему, кстати, я вот на работу с Алексеем Владимировичем Лубковым, это новый ректор МПГУ, он защищал и кандидатскую, и докторскую диссертации как раз по истории кооперативного движения в период царской России и вот в эту переломную революционную эпоху. Так Россия стояла на первом месте, причём далеко вперёд, на первом месте по кооперации именно вот этих крестьянских хозяйств. Это было органически присуще нашему отчеству. Конечно, причём вот до войны, до Первой мировой войны, в России было более 32 тысяч кооперативов. Это, кстати, к вопросу о сталинской колхозной деревне, о сталинской кооперации. Просто у нас немного не понимают о том, что кооперация, ведь бывает разной степени обобщисления и разной степени выполнения задач. Принуждения. Конечно. Есть и с бытовой, и кредитно-снабженческая, и торговая кооперация, а есть и высшая форма кооперации, производственная кооперация, то, что мы называем колхозы, понимаешь? Поэтому, когда Сталин начинал... То, что я называл концерном, в первую очередь. Ну, или так, да. То, что, когда Сталин начинал коллективизацию, извините, это был не чисто какой-то, знаете, доктринёрский уголовный конструкт, как нам пытаются представить это дело наши либералы, которые вообще, во-первых, такие неучи, они вообще демонстрируют абсолютно... Вот, знаете... Евгений Юрьевич, бог бы с ними... Даже не школьные штампы, а какое-то убожество. Они как начнут говорить про колхозную кооперацию. Мы тратим время на обсуждение ненужных подробностей и совершенно неинтересных личностей, о которых даже никто и не вспомнит через несколько лет. Я вот что хочу спросить у вас, несколько абстрактно, скажем так, перед переходом от военного коммунизма к НЭПу. Не кажется ли вам, Евгений Юрьевич, что наши предки, наши предки, недавние предки XX века пытались поставить и реализовать, ну, скажем так, общественный народно-хозяйственный эксперимент по изменению всей структуры функционирования хозяйства? Нет, ну, естественно, строительство социализма даже на тех началах, да? Это был гигантский эксперимент. Это ведь не было никогда и нигде. Нет, конечно, конечно. Но я ещё раз хочу сказать, послушайте, вот здесь надо понять одну принципиально важную вещь. Почему, кстати, вот надо тоже немножко, если назад вернуться, почему в России вообще, возможно, стало такое явление, как народничество? Оно же родилось-то не на пустом месте. Вы расшифровываете сразу народничество, у нас не все либералы. Ну, это целое движение, так сказать, ну, как раньше говорили, в освободительном движении, да, или в революционном движении, которое выступало с позицией таких, что Россия – это уникальная цивилизация, что для неё капитализм является регрессом, он ей органически не присущ, поэтому у России есть уникальная возможность через поземельную крестьянскую общину, где сохранились вот эти все традиционные формы бытия и производства, сразу шагнуть в социализм. В? Вот в? Вот куда? В? В, да. А вот непонятно, крестьянский социализм. Но дело в том, что родоначальником, кстати, вот этого, ну, крестьянского социализма, или теории крестьянского социализма, или народничества, стал, кстати, Александр Иванович Герцен. Почему? Он-то, когда долгое время уже пожил там, в Европе, ну, прежде всего в Лондоне, он пришёл к разочарованию. Он когда столкнулся вот с реальными буржуазного мира, да, у него возникло такое вот как бы отторжение вот того окружающего мира, в котором он пребывал уже несколько лет, там, более десятка даже лет. Но что интересно, вот здесь в России его как бы соавтором вот этой теории крестьянского социализма стал небезызвестный Николай Гаврилович Чернышевский. И вот в чём принципиальная разница между ними? Вот это, кстати, мало кто знает, даже среди историков. Дело в том, что Герцен-то считал, что вот эта вот крестьянская подземельная община, вот эта патриархальная община, готовая ячейка будущего социалистического общества, она не только должна стать базой для построения общества, но она будет и базой самого этого общества. А Чернышевский говорил о том, что нет, крестьянская подземельная община, она выполнит свою историческую задачу перехода вот в это социалистическое общество, но потом она должна исчезнуть с исторической арены и быть заменена всевозможного рода производственными кооперациями, ассоциациями производителей свободных и т.д. Ну, то есть, это была некая футурология. Футурология, конечно. Футурология, потому что один говорит, вот на этой базе мы и будем строить общество Солнца, а второй говорит, нет, нет, это будет несколько иначе. Механизм, да, это будет только механизм. То есть, это в любом случае, ну, косвенно подтверждает мой во многом риторический вопрос о том, что наши предки были свидетелями вообще капитального, глобальнейшего эксперимента, который, что самое главное, сегодня оставил такое наследие нам, нам, современникам. Причем неизученное. Неизученное, неизученное. Не использовать которое, это значит, даже не плестись в хвосте там у Европы или Америки, да бог бы с ними. Но это играть по чужим правилам. Так нет, даже не показывать альтернативу. Вот даже всему человечеству, куда вообще можно двигаться от того... Нам, кстати, Евгений Юрьевич, все равно, куда будет двигаться все просвещенное прогрессивное человечество. Нам главное, чтобы мы куда-то двигались. А это, ну, ребят, хотите присоединяйтесь, нет, мы без вас проживем. Конечно, дело в том, что... Да. Можно, да? Ну, значит, дело в том, что вот мы сейчас совершенно очевидно столкнулись, ну, практически, как раньше у нас любил говорить товарищ Яковлев, с императивом времени. Но, говоря современным языком, это такие вызовы времени, да? И стало совершенно очевидно, что вот на рельсах вот этого традиционного буржуазного общества... Мы приедем куда? К катастрофе вселенской. Значит, надо показывать всему человечеству, условно говоря, да? Другой какой-то альтернативный путь. Нам для себя её надо понять. Так вот, послушайте, так самое-то интересное, что у других этого опыта не было, а у нас этот опыт был. И мы этот опыт не просто отвергли, но мы его даже не хотим изучать, чтобы... Евгений Юрьевич, вот здесь иностранцы дадут нам форум. Да, в изучении, да. Те же китайцы, например. А американцы? Ну, конечно, конечно. Евгений Юрьевич, давайте всё-таки к нашим вопросам. Почему на смену военному коммунизму через какое-то время пришёл НЭП? Что было, ну, скажем, движущей силой основными мотивами этого процесса? Ну, дело в том, что если вот посмотреть, например, на ленинское выступление в марте 21-го года на 10-м съезде партии, который, собственно говоря, и дал старт новой экономической политике, то он там, объясняя делегатам съезда причину отказа от политики военного коммунизма и переходу к НЭПО, как он сам говорил, НЭПО, вот, он говорил, что этот переход вызван неудачами политики военного коммунизма. И он сказал, что политика весны 21-го года превратилась в политику Кронштадт. Вот это ленинские цитаты. А что значит Кронштадт? Ну, то есть, надо понять, что после окончания широкомасштабной гражданской войны, а у нас обычно широкомасштабную гражданскую войну, я подчеркиваю это слово, широкомасштабную гражданскую войну, завершают разгромом войск Верангеля в Крыму. То есть, это ноябрь 1920-го года. И здесь вроде бы Россия вышла из состояния гражданской войны, как тогда Ленин говорил, что Россия была похожа на человека, избитого до полусмерти. И вот в условиях этого выхода она столкнулась с мощным крестьянским антибольшевистским движением. Но довольно хорошо известно, во-первых, это мощное антибольшевистское движение в Тамбовской и Воронежской губернии, которое возглавлял будущий, вернее, бывший начальник Кирсановской уездной милиции Александра Степановича Антонов, вот это знаменитая Антоновщина. Потом не меньший размах имела знаменитая Махновщина, это украинская повстанческая армия Нестора Ивановича Махно. Ну и как венец вот этих вот крестьянских антибольшевистских выступлений, это событие в Кронштадте. То есть февраля-марта 1921 года. И Ленин прекрасно понял, что на горизонте замаячила новая гражданская война, но уже не между розовыми и красными. Я вот этот термин «белый» беру очень часто в кавычки. Это не белые были, это были не монархисты, это были в основном вот те самые либералы, кадеты и социалисты эсеры и меньшевики, которые и, по сути дела, развязали гражданскую войну в стране. Но мы сейчас об этом не будем говорить. И Ленин понял, что если мы сейчас столкнёмся, если большевики столкнутся в гражданской войне вот с этой основной середняцкой массой, на которую они сделали ставку в 1919 году, помните знаменитый восьмой съезд партии, где была провозглашена политика перехода от нейтрализации середняка к союзу с ним. Тогда же были ликвидированы комбеды, комитеты бедноты. И вот эта опора на основную середняцкую массу русской деревни, она и позволила большевикам одержать победу, историческую победу в этой войне. Я, в Самарской области, интересуется, есть ли взаимосвязь между окончанием войны и воцарением НЭПа? Конечно, есть, прямая. Потому что вот эта вот острая необходимость распределения в условиях войны жизненно необходимых продуктов, она отпала, и надо было уже перестраивать экономику. Ведь тогда же тот же, например, Ларин, тот же Троцкий, они же выступали, они говорили, что ужесточение вот этого реквизиционного аппарата власти, он уже ни к чему не приведет. Надо было находить какие-то иные механизмы оживления. И тогда Ленин сказал, что первый элемент НЭПа, знаете, какой был? Это просто введение свободного товарооборота, причем пока что на местном уровне, и замена продразверски фиксированным натуральным налогом. Вот. Вот и все. Потому что продразверстка – это фактически изъятие всего урожая, которое удалось собрать. И даже не излишку. Ну да, оставляли очень минимальный, так сказать, фуражный фонд, семенной фонд и съестной фонд. Все. То есть это вот буквально, вот что называется, человека загоняли. Но, кстати, вы обратите внимание, что... А если припрятывали? Послушаю, но это протоотряды действуют. Значит, послушайте, дело в том, что я не беру там, например, работы нашего Сергея Георгиевича Карамурзы, выдающегося, считаю, исследователя, но возьмите того же американца Ли, ну, американский историк японского происхождения. Он же написал блестящую монографию по истории военного коммунизма, и он там сказал, что большевикам удалось, единственно, кому удалось создать очень стройную и жизнеспособную систему реквизиции вот этих вот излишков сельского продукции и снабжений ими городов и армии. И поэтому вот этой системой они спасли миллионы людей от голодной смерти. Но уже с окончанием гражданской войны, то есть с окончанием вот этого чрезвычайного периода в развитии революции, естественно, политика военного коммунизма, она вступала в противоречие, ну, так сказать, а Ленин не был доктринёром. То есть это не была устойчивая платформа, на базе которой можно было бы двигаться дальше. Это была временная мера. Это было, вот послушайте, вначале, вначале это было представление, что это была именно платформа теоретическая. Но Ленин не был доктринёром, он был диалектиком. И он, когда увидел, что вот это не соотносится с реалиями жизни, он отказался от этой политики и перешёл к НЭПу. Сделаем сейчас небольшую паузу. Евгений Спицын у нас в гостях. Неделя в цифрах. Никита Кричевский, Сергей Хорниевский и Евгений Юрьевич Спицын – непререкаемый авторитет в науке и истории. Ну, так вот, подсветить. Евгений Юрьевич, закончили с военным коммунизмом, переходим к следующему этапу экономической формации молодой советской республики. Ну, значит, смотрите, надо иметь в виду, что НЭП – это нечто незастывшее. Ей существует даже такое понятие – ленинская концепция НЭПа. И многие специалисты, они отмечают как минимум три этапа в развитии вот этой ленинской концепции. Сначала он рассматривает НЭП как временное отступление, вызванное неудачами политики военного коммунизма. Потом уже в ноябре 21-го года в своей знаменитой статье о значении золота теперь и после полной победы социализма он говорит о том, что НЭП – это всерьёз и надолго, но не навсегда. И он там говорит, главный смысл ленинского вот этого фолианта состоял в чём? Что мы должны в коренных вопросах экономического строительства перейти к постепеновскому, осторожническому методу экономического управления вот этими процессами. То есть вот эта вот идея берстянства, которую раньше марксисты, классические марксисты традиционно отвергали. И, наконец, по факту мы имеем страну не то чтобы разорённую, но совершенно действительно не совладающую с собой, не имеющую возможности сама себя накормить. И, прежде всего, крестьянскую страну, вот чего ленина. Да, да. Страну, естественно, крестьянскую, она была крестьянской до 60-х годов, как мы знаем. И, естественно, страна нуждалась в том, чтобы, в первую очередь, люди начали хотя бы питаться, нормальное делаться. Да, да. Поэтому, кстати, вот третий вот этот как бы этап ленинской концепции НЭП, он в чём заключался? Если вы посмотрите его работы там, например, о кооперации, он же там прямо писал, что для нас простой рост кооперации торжественного росту социализма. И тогда он говорил о том, что мы сейчас ставим вопрос о полном пересмотре нашей прежней точки зрения на социализм. Значит, мы имеем национализированную промышленность, финансовую сферу и сферу услуг. Бестоварное хозяйство, полное отрицание. Которая остаётся по-прежнему в госсобственности, а свобода во время НЭПа? Нет, свобода вводится сначала на... свобода товарооборота сначала вводится на местном уровне, то есть на уровне уезда властей, а потом уже приобретает общероссийские масштабы. Более того, значит, вот если посмотреть на НЭП, да, так вот бегло, потому что времени у нас не очень много, у нас часто путают основные черты НЭПа с механизмом реализации НЭПа. Вот, это важно. Это разные вещи, даже историки путают. Ну вот, например, что такое денежная реформа Сокольникова? Это черта НЭПа или механизм реализации? Ну, по моему глубокому убеждению, это, безусловно, один из механизмов реализации НЭПа. Ведь в чём главная была задача? И советские историки, кстати, правильно говорили, и это ключевая черта НЭПа, это соединить в единое целое промышленный пролетариат и трудовое крестьянство, то есть сделать вот эту смычку между промышленным пролетариатом и трудовым крестьянством, что называется, нераздельную. И вот для этой главной цели и были, так сказать, все остальные элементы НЭПа встроены как бы вот в эту экономику. Значит, что она представляла по своей сути? Это была, конечно, квазирыночная, буржуазная, экономика, но при одном обязательном условии. Послушайте, о чём идёт речь? Что это была буржуазная квазирыночная экономика, ну, по типу госкапитализма в масштабах государства диктатуры пролетариата. Вот это часто очень сбрасывается с счетов. Не просто государства какого-то, да? Даже, например, вот почему, кстати, вот Косыгинская реформа, это вот попытка неонепа. Она провалилась и, по сути дела, стала последним гвоздём, значит, крышку гроба советской экономики. А потому что разница была уже в чём? Советский Союз 60-х, 70-х годов – это не государство диктатуры пролетариата. Это совершенно иное уже было, так называемое общенародное государство. А государство диктатуры пролетариата – это, безусловно, жёсткий антипартийный режим с абсолютно, условно говоря, неправовыми методами регулирования. То есть, там ничего вот подобного, что будет потом там судебные… Не совсем, не неправовыми, не рыночными. Ну, не рыночными и неправовыми методами регулирования. Ну, что вы имеете в виду неправовыми? Ну, простите меня, у нас, значит, только в 22-24 годах начинает создаваться кодифицированная система советского права. То есть, гражданский кодекс, гражданско-процессуальный, уголовный, уголовно-процессуальный, земельный, земельный и т.д. Ну, давайте остановимся на нерыночных методах, Евгений Юрьевич, потому что этот вопрос спорный. Да, да. Ну, естественно, он спорный. Люди не могли жить абсолютно в вакууме. Послушайте, Ленин тогда говорил, что для нас в условии государственной диктатуры пролетариата важно сохранить командные высоты в экономике страны. То есть, контролировать базовые отрасли промышленности. Которые отрасли промышленности, которые впоследствии были названы группой А. Да. То есть, производство средств производства. А вот производство средств потребления перешло... Да, перешло в частные руки. В руки так называемых НЭПМанов. Да. Вот, условно говоря. Плюс надо ещё прекрасно понимать, что большевики впервые дали свободу товарооборота прежде всего вот на уровне крестьянских хозяйств. Это раз. И второе, ведь раньше за мешотничество, спекуляцию и так далее привлекали к ответственности вплоть до расстрелов. И второе, были чётко очерчены нормы вот этого продовольственного налога, который, ну, по мнению большинства специалистов, где-то в среднем был в два раза меньше, чем продразвёрстка. И крестьянам сказали, сейте, убирайте, что хотите, сколько хотите, сдавайте налог государству, всё остальное ваше, можете реализовывать это в свободной продаже, как хотите, по какой хотите цене и так далее, и так далее. И отсюда сразу пошёл гигантский рост крестьянского производства, отсюда пошло восстановление, довольно быстрое восстановление аграрного сектора страны. Я напомню, что по окончанию гражданской войны у нас спад в промышленном производстве составлял по отраслям, по некоторым, значит, более чем 70-80%, а аграрном секторе производства нераспаханными были до 40% земельных угодий, которые существовали в Царской России, понимаете? И вот эту огромную, по сути дела, разрушенную экономику надо было срочно восстанавливать. И НЭП вот эту историческую задачу выполнил. А вот дальше, когда вопрос стал уже о коренной перестройке и модернизации всей советской экономики и вот тех 10 годах, о которых в 1931 году сказал Сталин, было совершенно очевидно, что на рельсах НЭПа решить вот эту важнейшую, ключевую историческую задачу было просто нереально. Какую задачу? Задачу модернизации и индустриализации страны. У нас просто не было тех нескольких десятков лет, помните, как Сталин сказал в 1931 году, что нам надо за 10 лет пробежать тот срок, который понадобился странам Западной Европы 50-100 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Вот. Вот это вот ключевая квинтэссенция сталинской программы индустриализации и коллективизации. А потом наши господа Гозманы и компании могут сколько угодно свистеть и трындеть о тиране Сталине. Вот кто о чём, а пыжиков об Украине. Послушайте, но дело в том, что... Устаковьтесь. Да, да. Но дело в том, что, послушайте, Сталин решил за 10 лет ту историческую задачу, которая спасла нас и всё человечество от уничтожения. Евгений Юрьевич, мы сейчас не о Сталине, мы сейчас о НЭПе. Ну, это тоже так. Мы сейчас о НЭПе, и, Евгений Юрьевич, вот мы с вами говорили о том, что неплохо бы провести параллель между НЭПом 1-0, ну, если так можно карикатурно выразить, с НЭПом 2-0, который сегодня кто-то педалирует. Я бы даже сказал НЭП уже 3-0, потому что в моём представлении НЭП 2-0, это Косыгинская реформа. А в моём Маленковская. Ну, это недалеко от истины. Но дело в том, что Маленков-то её не реализовал. У него действительно была программа, абсолютно правильная. Которую вместо него высказал Хрущёв в сентябре 1953 года. Да, но дело в том, что Хрущёв вот эту программу изворотил, на самом деле. Он её не реализовал. Он её не реализовал. Ну, вернее, как, её внедрили, и на этом, ну, успокоились. Ну, там хрущёвские все вот эти инновации, их вообще трудно назвать какой-то целостной программой, потому что это было шараханье стороны-стороны. Нет, я с вами не согласен. Послушай, даже в сельском хозяйстве, ты посмотри, вот даже посмотреть, вот, ну, условно говоря, даже хронологически это можно чётко проследить. Сначала у него идея освоения целины. Целины эпопеи, 1954 год, даёшь, 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 даёшь. Потом в 1957 году у него бзик кукуруза царицы полей. В 1955-й. Нет, но он начал эту программу реализовывать уже после того, как он так вот активно, он уже когда посетил Соединённые Штаты Америки, да, 1959 год, вот у ГАЗ-то знаменитый это, да, потом... ГАЗ приезжал в 1955-м. Ну, он приезжал в 1955-м. И в Крыму потом убеждал Хрущёв в Виндридскую кукурузу. Убеждал, да, да, да. Потом, значит, у него... Евгений... Стоп, 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 дай договорю, подождите, да. Подождите, Евгений, да не об этом мы говорим. Потом у него знаменитый 1959-1960 год животноводческая эпопея. Провал полный. Догоним и перегоним момент. Потом химизация сельского хозяйства. Везде провалы, понимаете? Я вам просто одну цифру приведу, чтобы вы поняли. У нас поголовье крупного рогатого скота и свиней, которые были уничтожены при Хрущёве, было восстановлено только к 1975 году, когда население страны, то есть Советского Союза, выросло на 25 миллионов человек. Вот вам и проблема с продовольствием. В связи с этим вопросом от источника информации, Евгений Юрьевич. Источник информации? ЦСУ СССР? Нет. Нет. Но мы не будем об этом ничего говорить. У нас сейчас время подходит к тому, что... Мы сейчас прервёмся. Неделя в цифрах. И мы вернулись в эфир. Итак, Никита Александрович. Сергей Андреевич. Не уходим мы далеко от Хрущёва. Евгений Юрьевич Спицын, да. Мы даже в перерыве обсуждаем перипетии по недавней истории с фактической внучкой, формальной дочкой. Ну да, да, да. Погибшей, к сожалению, в результате несчастного случая. Евгений Юрьевич, я ещё раз призываю вас не... Рустекаться под ревом. Да, и не зацикливаться на эпохе Хрущёва, потому что тема нашей сегодняшней программы, помимо военного коммунизма, это, собственно, НЭП. Это во-первых. И во-вторых, насколько я знаю, вы не очень поддерживаете идею, ну, скажем так, второго прочтения НЭПа в современных условиях. Абсолютно. Да. Почему? Ну, потому что, слушайте, я ещё раз говорю о том, что НЭП – это вообще исторически ограниченный экономический курс, который был пригоден только для 20-х годов, 20-го столетия. А как же серьёзно надолго? Послушайте, в условиях крестьянской России, вот это я хочу подчеркнуть. Не просто в условиях России, а в условиях крестьянской России, когда надо было срочно оживить аграрное производство в стране, потому что 80% населения этой страны составляли крестьяне. И когда у нас во времена, например, Горбачёва пили «Аллилую НЭПу», они вот этой даже элементарной вещи не понимали, где проходил НЭП. Ещё чего они не понимали? Они не понимали, что НЭП, он исторически, значит, носит такой как бы квазирыночный характер. Почему? Потому что даже тот же хозрасчёт, который развивался в годы НЭПы, и на базе которых строилась вот эта трестовая промышленность, это, по сути дела, ну такой как бы кастрированный элемент рыночной экономики, потому что он был завязан не на традиционную свободу, ну того же товарооборота, ну, например, чтобы поняли люди, вот тресты, например, покупали сырьё не на товарно-сырьевых биржах, а они ездили в СНХ, Высший Совет Народного Хозяйства, в какой-то главк и получали квоты на получение этого сырья. Ну, извините, это рыночная экономика или какая? Так ровно то же самое было после того, как принялись закон о кооперации. Так вот об этом и речь, понимаете? Так что они не так шеделики были, извините, а... Так правильно, почему в Горбачёвский период НЭПу и пили вот эти вот всякие словословия? Да, потому что он был перед глазами на улице. Конечно, это было, понимаете, но самое-самое, ну, паскудное, условно говоря, да, что вот эти вот, как бы, такая вот желание впихнуть, значит, несовместимые вещи одно в другое, это вот, например, в классическом капитализме, что является, как бы, критерием или квинтэссенции успешности на развитие производства? Прибыль. Да. Всё. Безусловно. Всё остальное, то есть деньги, деньги и ничего, кроме денег, да, вот эффективность производства, значит, она определяется прежде всего этим показателем, да, то, что, кстати, будет потом положено в основу и знаменитой Косыгинской реформы, да. Так вот, стало совершенно очевидно, что вот этот, ну, якобы рыночный, так сказать, буржуазный показатель эффективности производства, он никоим образом не может функционировать в рамках вот этой социалистической экономики, понимаете? Он эту экономику разрушает изнутри. Ну, вот смотрите, Евгений Юрьевич, мы с вами говорили вскользь, кстати, по поводу прибыли, первый час нашей программы, мы с вами вскользь проговорили о аграрной сельскохозяйственной программе, программе, изложенной Хрущёвым на сентябрьском 1953 году плену Митекарства. Ну, ведь, по сути, ровно то же самое сделал Дэн Сяопин через 25 лет. И ведь сработало. Правильно, а потому что, слушайте, по-моему, Китай до сих пор остаётся крестьянской страной. Надо же понимать, надо же, слушайте. Это касалось в первую очередь предприятий провинции Сычуань, а не сельского хозяйства. В смысле, программа, какая программа Хрущёва? Это начинал, 1953 год. Это на сентябрьском прерыве? Когда увеличили цены закупочные? Когда разрешили излишки либо перераспределять внутри колхозов, либо продавать на рынок. Ну, на самом деле, послушай, во-первых, это как раз и касалось именно сельского хозяйства. Потом с этой программой отнюдь выступал не Никита Сергеевич, а за месяц до этого, в августе, на сессии Верховного Совета выступал сам Георгий Максимилианович Маленков. Хрущёв её просто, условно говоря, шлямзил. Там ведь вопрос стоял о том, что Хрущёву надо было вот в рамках этой внутрипартийной борьбы одолеть Маленкова, потому что Маленков был главой правительства, а Хрущёв был ещё никем, заметьте. Он не был первым секретарём. И что самое удивительное, должность первого секретаря он получил именно на этом пленуне. В сентябрьском, 1953 года. Но, послушайте, в чём весь фокус. Во-первых, этой должности в партийном уставе не было вообще. Во-вторых, в пункте, так сказать, работы пленума ЦК решение этого вопроса также не значилось. И это было решено спонтанно в самом конце работы пленума, когда Николай Александрович Булганин стал ведущим. Он был ведущим на вечернем заседании пленума и сказал, товарищи, а не избрать ли нам Никита Сергеевича первым секретарём ЦК? Ну и все товарищи дружно сказали, конечно, конечно, над чём речь? Ну, Булганин был министр обороны. Да, и он был... Попробуй Ливанин сказать, нет, мы брали. Да, да, и его избрали первым секретарём ЦК. И пошла писать губерния. Но, кстати, самое любопытное в том, что Хрущёв ведь был, послушайте, тогда ещё сохранялась вот сталинская система руководства Совмина, то есть были вот эти вот отраслевые бюро. Он был председателем бюро по сельскому хозяйству Совета министров СССР, не будучи членом Совета министров. Вот это вообще, вот мало тоже опять кто об этом знает. Почему, кстати, Хрущёв... Почему это существенно? А потому что Хрущёв именно через, занимая эту должность, и продавил ту самую... Потому что сфера ответственности, да, его, и что тогда, что сейчас? Другие товарищи не позволяют себе так же, как он, внедряться в чужую область. Но послушай, он председатель бюро по сельскому хозяйству Президиума Совета министров СССР. То есть он главный, грубо говоря, начальник над тем же Министерством сельского хозяйства, Госком, заготовками и т.д. и т.п. И будучи ещё членом Президиума, и плюс к этому, он стал первым секретарём ЦК. Но найди мне здравомыслящего человека, который чё-нибудь в этой ситуации скажет Хрущёву поперёк. Поэтому, кстати, он, невзирая на возражения того же Молотова, Ворошилова и других членов Президиума, продавил вот эту целеную эпопею. Они же ему говорили, ты куда вообще собираешься вкладывать деньги? Ну, мы об этом в наших эфирах говорили много, Евгений Юрьевич. Огромное вам спасибо за то, что пришли. Я вижу тему для нашей следующей встречи. Наметили уже. Этим летом, конечно, Коцыгинская реформа, причина её провала. Да, напоминаю, у нас в гостях был советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, спасибо. Спасибо вам большое. Неделя в цифрах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова